Николай Маламуш, генерал армии Украины, экс-руководитель службы внешней разведки, с нами на связи. Приветствуем вас, добрый день. Приветствую, слава Украине. Героям слава. В новом докладе Американского института изучения войны аналитики предположили, что украинские силы могут сорвать усилия россиян, укрепить и удержать свои позиции оборонительные на оккупированной части Херсонщины. Я процитирую, украинским силам, вероятно, будет труднее достичь таких драматических последствий восточной части Херсона, но они могут быть в состоянии сорвать усилия россиян по укреплению и удержанию своих новых оборонительных линий, говорится в сводке. И по мнению военных экспертов, российские силы на востоке Херсонской области, вероятно, частично уязвимы к украинской кампании по перехвату. Подобная, кстати, к той, что была успешно использована украинскими силами для возвращения западной части Херсонской области. Это то, что сегодня нам говорит институт изучения войны в своей каждодневной сводке, что говорят военные эксперты. Вот, Николай Григорьевич, а теперь, пожалуйста, что это означает на практике, да, вот что украинские вооруженные силы могут сорвать фактически планы Кремля и вооруженных сил Российской Федерации по укреплению и по оборонительным действиям, насколько я понимаю, на той части Херсона, на том берегу Днепра, куда они перешли, куда они бежали? Ну, в первую очередь, нужно сказать, что дает институт изучения войны, это и наша стратегия, мы ее исполняем на практике, поэтому они делают уже выводы, исходя из того, какие мы начали операции на левом берегу. Мы так и предполагали, освобождая правый берег, мы, соответственно, будем начинать операции на левом берегу с применения, например, и вооружения, техники, ракетных средств, особенно новейших. Тут идея какая? Говорят, что там они бы слева берега будут массово, так сказать, вносить удары по Херсону, по нашим вооруженным силам на правом берегу. Да, частично это так, но самое главное, что мы имеем уже ракетные средства, которые бьют до 100 километров, 80 минимум, где они не достают. Поэтому мы на левом берегу их мощно, так сказать, уничтожаем. Они даже отошли, по всем данным, на 15-20 километров от Днепра. Это уже линия, практически для того, чтобы мы могли даже дистанцироваться туда. Ну и, с другой стороны, мы не штурмуем, прямо, так сказать, водные преграды, например, или в лоб. То есть сейчас очень эффективна тактика вооруженных сил. Это и удары с флангов, это рейды. Вы помните, вот буквально два дня назад показали, как мы работаем по Кинбургской косе. Когда мы четко проводили операции, это наши специальные подразделения, которые провели, ну, обману и неносную операцию и фактически реализовали поставленные задачи. Точно так же по Каховке, по Новой Каховке, по уже перешейку вот возле Крыма. То есть это уже тылы. Поэтому работы с флангов там, где они не ожидают, работы с тылом. И, соответственно, нанесение ударов, как сегодня говорил пресс-секретарь нашей Минобороны, это удары по складам, по системам, коммуникации и, соответственно, по штабам, которые принимают решения и проводят спецоперации против нас в обороне. Это комплексно. Вот важная составляющая понимания, что мы применяем очень глибкую тактику. И нанесение огневых ударов, и нанесение фланговых, и диверсионных операций, уничтожение коммуникации, техники, боеприпасов. Это намного оставляет позицию противника на левом берегу. И это то, что говорит уже институт, предпосылки к новым наступательным операциям. Это не только персонское направление, я могу сказать, и запорожское направление, очень мощное, и перспектива Мелитополя. Это освобождение его Украины и движение куда? На Крым. Это перспектива. Я думаю, что сейчас планируются системные операции, готовятся новые, так сказать, подразделения и новейшая техника, особенно после «Рамштайн-6» и сегодня уже «Рамштайн-7». Это не только системы противовоздушной обороны, это ракетные средства, это возможность, так сказать, очень мощных боеприпасов, которые поступают в раз десятки тысяч. Это перспектива не экономить, а носить точечные, но правильные удары по всем направлениям, где состреточен противник. Слабость какая? Вот говорят, они изгенерировали силы свои на левом берегу, в Запорожье, или Бахмут перебрасывают. Да, это так, это укрепляет их позиции. Но с другой стороны, это цели вооруженных сил Украины и какой перевес. За счет именно помощи наших иностранных партнеров мы можем доставать на всех рубежах. И концентрация сил – это как раз удары по концентрации сил противника. Там, где они строят оборону и туда нагнали много техники, живые силы, различных подразделений. Это наши цели. Их нужно уничтожать и дальше ослаблять противника для наступления наших по всем фронтам. Но есть еще такой момент, который мы обсуждаем со вчерашнего дня, после выпадения снега, я так уж скажу. Да, мы понимаем действительно, что наступают холода. И это понимают и в России. И мы видим, что учащаются ракетные обстрелы. И мы просили как раз в преддверии всего этого, чтобы нам дали возможность защищать наши гражданские объекты, инфраструктурные объекты, которые продолжают разрушать россияне своими ракетами. И это усложняет и ситуацию на поле боя, потому что понимаем, что это отвлекает внимание прежде всего, насколько вот и Рамштайн, который сейчас будет в виде помощи нам дан, и насколько возможность быстрого восстановления в условиях уже холодов позволит нам не отвлекаться на эти моменты, то есть разделить ситуацию на поле боя, которое контролируется нашими военными, и ситуация, я имею в виду, на гражданской территории, на гражданских объектах, которые контролируются всеми нашими и МЧС, и остальными службами, которые смогут, учитывая ту технику, которая нам дает, не военную, а ту технику, которая необходима для восстановления нашей инфраструктуры, не отвлекаться. И то, что хотят и добиваются от нас российские войска сейчас. Ну, в первую очередь, нужно сказать, что удары по гражданской инфраструктуре и по энергетическим объектам – это второй фронт. Противник и даже Путин лично дают указания уничтожения инфраструктуры и особенно объектов энергоснабжения. Он считает, что подавит народ Украины, дух народа Украины. Это самое важное, что он не рассчитывал в начале агрессии. А сейчас у нас получается наоборот. Люди поднимаются, наоборот, направлены все силы против Путина и против его войск. Но, с другой стороны, важно то, что вы говорите, конечно, не дать условий, чтобы он просто уничтожил эту инфраструктуру или невозможность восстановить нам. Поэтому в данной ситуации я считаю, что еще больше. Сегодня заседал Кабмин, и вчера еще дополнить по этим вопросам. И важно, чтобы именно все силы были брошены в остальные инфраструктуры. Это как чрезвычайная ситуация. И, с одной стороны, после Рамштайн-7 будет дополнительная система противоуздушной обороны. Примерно мы сейчас на 80% закрываем от ударов ракет. Показали последние удары. 90, например, там 6 ударов. 75 мы уже поразили. Это примерно 80% поражаем. Это для всех стран мира очень мощный показатель. Но для нас мало. Мы должны практически закрыть небо. Как вот по беспилотникам. Все 10, например, были уничтожены. 100% запущенных позавчера. Поэтому в данной ситуации мы должны создать такую модель и по ракетам. Это поставки сейчас будут с США, Британии, Испании. Вот частично Франция, Италия. Соволосилась дополнительная Германия. Это создать еще один эшелон обороны. И тут важно, чтобы по всем объектам и по городам большим, там, где живут люди, и там, где находятся объекты инфраструктуры, эротические объекты. Это, с одной стороны, защитное средство. Трое составляющее. Я думаю, что важно, и есть инициатива даже на местах, это защита самих объектов очень мощными сооружениями, даже бетонными. Это еще один формат. И, конечно, это восстановление. Вот тут важно, чтобы не только ДТЭК занялся и Минэнергетика, а практически все наши ресурсы. И правительственные, и местные, и бизнес на восстановление этих, так сказать, объектов. И поставка должна быть за рубежом не только генераторов, а и трансформаторов. И трансформаторный завод Запорожье также должен подключиться. Это должен быть второй фронт. Быстро восстановление инфраструктуры. Потому что это ударит и по населению, если мы не будем эффективно действовать, и по нашим военным. Потому что электрика нужна и военным, и оборонке, и всей цепочке поставки, так сказать, вооружения, техники, вооруженной всей Украины, ну, выживание просто людей. Поэтому еще раз подчеркиваю, генерация всех сил и работа в чрезвычайной ситуации, как период войны. Это правильный подход. Николай Григорьевич, вам огромная благодарность за ваш анализ в нашем эфире. Готовы будем и далее общаться на ряд тем, о прогнозах определенных, действительно, как будут изменены фронты с приходом и серьезных холодов. Николай Маламуш, генерал армии Украины, экс-руководитель службы внешней разведки. Субтитры сделал DimaTorzok